А в этом выпуске мы вам расскажем, как мы выбрали квартиру специально. Он вмещает в себя 4 функциональных зон. Вот это идеальная история. Внимания тебе нет, и ты решил... А масло нужно хранить в холодильнике. И самое главное, что здесь и гладильная установка. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Привет! Проходите в нашу квартиру супер неправильной формы. Меня зовут Алексей. Я работаю менеджером в крупной IT-компании, которая занимается строительством энергообъектов. Это наша новая квартира. Мы много с супругой переезжаем. И сами делаем ремонт. И сами создаем уют. И вот этот последний реализованный проект. Меня зовут Светлана. Нутрициолог. Не так давно работаю в этой профессии. До этого большой руководитель в нефтегазовой отрасли. И рада, что поменяла круто свою жизнь в пользу здоровья и в пользу помощи людям. И дарю людям все свои фишки, как лучше, как интереснее приготовить, как вкусно и полезно жить на этом свете. А в этом выпуске мы вам расскажем, как мы выбрали квартиру специально неправильной сложной формы с большим количеством окон, не построили ни одной стены. И при этом квартира выглядит гораздо больше своего размера, чем является на самом деле. Я так счастлива, что я выбрала когда-то себе в супруге этого человека. Потому что я бы 100% жила в квартире правильной формы, с белыми стенами, и ничего бы не смогла придумать без него. Это была бетонная коробка, и меня это, конечно, пугало, потому что столько предстояло сделать. И я всегда на этом этапе даже не могу представить и сфантазировать, как это будет, в отличие от него, потому что он это всегда уже видит. Максимально важно было создать уютный. Здесь нет верхнего света, только в некоторых местах технологически. В основном это нижний свет, он включается, подсветка максимально теплая, уютная. И мы делали все помещения в разном стиле. Из-за этого квартира кажется больше. Потому что ужасно скучно, когда целиком все помещение, вся квартира делается в одной стилистической составляющей. Если это разделить на разные стили, на разные энергии, так сказать, то получится совсем другая, интересная и уютная история. А какими стилями вы вдохновлялись, когда делали ее? Ну, я очень люблю Восток. Ну, не только я, и супруг тоже. И мы, собственно говоря, уже в другой квартире жили. У нас тоже была восточная испальня. Но здесь мы ее еще больше доработали, еще больше улучшили, создали ее более бархатной. А еще самое главное, ты забыл сказать, что мы подумали о шумоизоляции. И ее максимально постарались осуществить, потому что квартира маленькая, и у нас в спальне за стеной находится у людей, у других кухня. И для этого мы сделали так, чтобы мы ничего не слышали, никакие приборы кухонные, ну, и чтобы нам было максимально комфортно в этой спальне. А шумоизоляция, она же много занимает, да? Сантиметров. Да, она пришлось пожертвовать большой площадью, потому что, как раз правильно сказала Светлана, что у нас с соседями, единственные соседи у нас, это около спальни. Слава богу, в других местах у нас соседей нет. И поэтому максимальная толщина шумоизоляции 8 сантиметров, это в спальне. И в итоге у нас получилось две полноценные комнаты, это спальня и гостиная вместе с кухней, санузел и прихожая. У InMyRoom есть свой уютный телеграм-канал, в котором можно найти классные идеи для интерьеров, скидки и акции от партнеров, а также анонсы выходов новых видео. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Давайте начнем наш рум-тур. И прежде всего хочу спросить вас по отделочным материалам. Отделочные материалы мы выбирали действительно тщательно. Средитовой выбор должен быть максимально уютным и теплым. Так как, я повторюсь, наш лейп-мотив это такое как бы гнездышко тепла и уюта, то и, соответственно, и краска у нас теплая, теплых оттенков, теплых цветов, мягкая, даже, можно сказать, такая сливочная. Полы везде у нас теплые полы, во всех абсолютно помещениях, и в спальне, и в ванной комнате, и в большой комнате, везде абсолютно теплые полы. Пользовались мы полами нашими, мы тщинскими, теплолюкс, отличные полы. Обратите внимание на регулировку полов. Они электронное табло, сенсорное, можно ставить как и таймер, как и на неделю, и по дням, и по часам, и как угодно. Они стильные, в гармонию с нашими выключателями, в черный цвет. Отличные полы, они у нас включены постоянно. Постоянно наш лысый код, просто в восторге от этого пола. У теплолюкса есть большой выбор теплых полов, которые можно использовать с любыми напольными покрытиями. Изначально высота потолков составляла 3 метра 10 сантиметров, но из-за ремонта потолки опустились, полы поднялись, в результате порядка 2,90 сейчас в чистом виде высота потолков осталась. Самый важный материал – это напольное покрытие, так как у нас напольное покрытие – это единственный материал, который находится во всех помещениях, и в большой комнате, и в спальне, и в прихожей, и на кухне. Поэтому оно должно быть максимально комфортно, имитировать дерево, быть износостойким, влагостойким, ну и вообще быть красивым и приятным тактильно. В процессе ремонта мы очень тщательно подбирали материал для пола. Главными критериями были простота в уходе, влагостойкость и устойчивость к повреждениям. В итоге мы остановили свой выбор на SPC ламинате. Кстати, у бренда Тулесна ламинат имеет не только все эти перечисленные свойства, но еще обладает великолепной текстурой, имитирующей дерево. Визуально очень трудно отличить от дерева, и нас очень привлекает российское производство. Если хотите больше узнать о бренде Тулесна, переходите по ссылке в описании. Расскажите про саму кухню, потому что сколько у вас тут примерно квадратных метров получилось? Ну, приблизительно. Мне кажется, если считать вот так, то вообще метр четыре, наверное, если не меньше. Кстати, еще фишка квартиры, мы забыли сказать, так как квартира очень маленькая, у нас получился мебельный гарнитур, который сделан на заказ. Он вмещает в себя четыре функциональных зоны. Это, собственно, сама кухня, зона большой комнаты, которая себя вмещает и музей, плюс еще гардероб для прихожей. И все это один мебельный гарнитур, который по нашему эскизам, по нашему проекту изготовили на мебельной фабрике. То есть это все в одном месте вы заказывали и сами проектировали? Да, все спроектировано мной самим, с подсветкой, с различными элементами, с некоторыми хитростями, которые мы можем с вами поделить. Сейчас мы все хитрости у вас выведаем. Да. А расскажите, из какого материала сделан кухонный гарнитур? Это ныне популярные МДФ-панели. Они достаточно практичные. И для такого объема кухня получилась достаточно бюджетный вариант. Потому что делать из массива или иных пород дерева, это было бы очень затратно. Поэтому такое количество мы выбрали МДФ-панели. И, соответственно, цветовую гамму выбирали тоже матовую, такую бархатистую, чтобы это было максимально уютно. И еще была задача по кухне, чтобы кухня не была похожа на кухню. Потому что она находится у нас в зале, в большой комнате. И мы не хотели выделять ее к кухню. Поэтому фартук также сделан из панелей вместе со столешницей, чтобы это максимально маскировалось под, можно сказать, такую стенку в большой комнате. А во сколько, в какую сумму вам вышла кухня? Все вместе, вместе с... С четырьмя зонами. Вместе с четырьмя зонами. Вся мебель вышла 550 тысяч с доставкой, со сборкой, установкой. Ну, и это делали наши друзья белорусы. И мы ждали оттуда поставки. Там работают на полную мощь все фабрики. Поэтому всем хватит, обращайтесь к белорусам. У них есть и очень хорошая фурнитура, что отличает. Которая у нас сейчас под некоторыми запретами находится. Фурнитура тоже была заказана. Фурнитура у них есть. Поэтому мы пользуемся лучшей фурнитурой. Все остальное белорусское. Света, наверное, к вам обращусь. Вот с точки зрения удобства и функционала. Вот как вам с МДФ? Сколько тут, во-первых, уже живете? Мы живем здесь четыре месяца. Пока она себя как проявляет? Все хорошо. Ну, еще хотела сказать, что цветовую гамму я выбираю сама всегда. Панели немножко смущали, да, что вдруг будут пятна, там, все остальное. Ну, безусловно, они есть. Но очень хорошо убирается любым средством. И даже удивительно, что дезинфекция рук, которая при пандемии у нас у всех в больших количествах, это тоже хорошо убирает любые пятна жирные от пальцев. Да, очень важно было для меня, как нутрициолога, чтобы здесь вместилось все, многочисленные баночки, специи и так далее. И идентификация такая, быстрая, и чтобы было все под рукой. И единственное, что у меня не очень высокий рост, но у нас есть прекрасная стремянка, потом мы ее покажем, которой я пользуюсь, если мне что-то надо сверху достать. Но обычно там стоят ежедневные продукты, которые я использую. Также прекрасное, значит, вот такое удобство. У нас есть в таком маленьком пространстве все-таки есть посудомоечная машина. И вот это вот, вот это идеальная история, когда ты берешь чистые приборы и сразу сюда складываешь. Это вы тоже все заранее специально продумывали, правда? Да, это мы все продумали, значит, и это очень удобно. Также специально большое, такое хорошее пространство, большой ящик для специи. И здесь все подписано у вас. Это очень важно, потому что я люблю готовить, люблю готовить. И вообще люблю готовить, в принципе, это мое хобби было изначально, давно, с детства. Но сейчас это немножко приблизилось к моей новой профессии. Вот, немножко хорошо приблизилось. И, соответственно, я кайфую от того, что у меня есть много-много вариаций разных птицов. Света, скажите, вот вы любите готовить, но у вас всего две конфорки. Вам хватает? Да, нам не хватает. Мы, я все-таки была дилемма, обычную плиту поставить. Но все же выбрали две, потому что хотели сохранить вот это вот рабочее пространство. Здесь я еще провожу съемки, когда что-то приготавливаю. И для меня это было важно. Давайте зрители, может, да. Да, мой помощник, который всегда участвует во всех моих кулинарных экспериментах. Да? Помощник в шоке. Да. И все-таки мы вернемся к тому, что главная составляющая кухни, это все-таки также визуальный эффект. Поэтому мы уделили очень много-много подсветки внимания. У нас везде подсветка, везде локальная. Обратите внимание, что все освещение верхних полок, оно находится снизу. Чтобы, когда ты находишься внизу, тебе не светили глаза ледовская лента. И поэтому освещение очень мягкое и такое комфортное. И у нас даже регулировка света везде сделана на кухне дистанционной. И плюс также она регулируется яркость этого света. И мы очень любим играть со светом. Поэтому все выключается, технический свет выключается. Выключатели рядом со столом, чтобы далеко не ходить. И сделать максимально уют, так как нам надо. В общем, со светом у вас все подходит. Да, со светом. Это мой фетиш, это моя болезнь. Свет у меня везде. Что касается еще технологических моментов в кухне. То есть, вот такой важный момент. Если мы, например, будем сюда ставить посуду, откроем вот так дверь, то можем удариться головой, если что. Именно поэтому здесь предусмотрены такие петли, чтобы двери могли раскрываться полностью. И когда человек здесь работает, чтобы не провести никакую травму. А еще я хочу рассказать, как удачно мы замаскировали вытяжку. Несмотря на то, что у нас две комфорки, но вытяжка должна быть, потому что готовка здесь часто происходит. И вот такой вот хозблок получился, где, собственно говоря, есть тоже важные им вещи для кухни хранятся. И вроде бы как бы и место не пропало, и вытяжка у нас замаскирована. Замаскирована, да. Также мы выбрали маленькую духовку. А сколько она получает сантиметров у вас? 45, да? Как и посудомоешься. Вам хватает такой духовки? На самом деле, любая хозяйка, наверное, замечает, если это небольшая семья, что противень, ну, чаще всего мы готовим примерно вот такой вот ширины. Небольшой. То есть вот эта большая духовка, она нужна для больших семей. А мама, папа и два ребенка, мне кажется, тоже достаточно вот такой вот маленькой духовки. Для двоих людей. А для двоих это вообще идеально. Она тоже вместительна, там много разных у нас лоточков, чтобы можно было в любой объем. Хватает для всего. Обратите внимание на наш винтажный чайник. Из нашего советского, можно сказать, детства мы осознанно пошли. У нас нет электрического чайника. У нас есть чайник, который как бы на плите. Он такой вот в дизайне советского времени. Но он для индукционной плиты? А это не индукционная, это обычная. А, обычная электрическая. Обычная электрическая. И мне нравится просто, когда там кипит вода, вот это вот воспоминание детства. Он пищит? Не пищит, а свистит? Нет, он вообще не свистит. Я специально выбрала не свистящий, а вот как у меня было в детстве. Просто, понятно, надо, конечно, привыкнуть к тому, чтобы... Не пропустить важный момент. Не пропустить, когда он закипел, да. Но это, ну, мне кажется, это как-то оживляет вот этот вот интерьер и делает его, ну, более таким тёплым, что ли, вот с таким чайником. Как нутрицолог могу сказать, что, тоже развеять миф, что вот в этой бутылочнице не должны храниться никакие масла. Масла вообще нельзя хранить, как часто хозяйки хранят. Масла все растительные хранят в бутылочнице. Здесь можно хранить алкоголь, можно хранить уксус. А где надо хранить масла? Масла нужно хранить в холодильнике. Серьёзно? Да, в холодильнике, иначе они будут окисляться. И тогда они не будут вредны, но они не будут полезны. Все нерафинированные масла должны храниться в холодильнике, чтобы приносили максимум полезности, когда мы их примем. Так, ну, давайте, наверное, перейдём на столовую зону, да. Стол не раскладывается, да? Да, не раскладывается. А сколько он в диаметре у вас? В 90-х. Да, абсолютно хватает. У нас на Новый год собиралась наша семья, вот, и, соответственно, нас было пятеро человек, и, собственно говоря, нам этого абсолютно хватило. Понятно, что мы не поставили все блюда и угощения сразу, но зато это было прикольно, как в ресторане. Сначала одно, потом сначала закуски, потом другое, потом третье, и потом уже был десерт. И это было, ну, очень как-то так атмосферно. Ну, специально решили большой стол сюда не делать. Прошу обратить внимание на дизайнерский элемент. У нас зона кухни выделена, можно сказать, панелями. У нас во всех окнах внутри стоят панели, МДФ-панели. И здесь выделили именно черным цветом и сделали такие жалюзи. Жалюзи деревянные. Деревянные. Тоже под заказ? Да, естественно, под размер, под заказ. У нас окна остались от застройщика везде, мы их не меняли. И жалюзи поставили деревянные, широкие. Они создают, как бы ни говорили, но деревянные жалюзи все равно не создают уют. И выделяют зону кухни. То есть в нашей кухне, если разобраться, у нас получается, наверное, метра четыре от силы вся кухня. Это тоже неправильная форма у вас. Да, обратите внимание, у нас здесь в этом повороте начинается кухня. И из-за того, что она чуть-чуть сломанной формой, из-за этого, мне кажется, она становится только еще интереснее и уютнее. То есть вот это место получается, что ты садишься и оно такое имеет уют. И также ты можешь из-за ломаного строения стен, сюда ты смотришь практически на юг, а туда ты смотришь уже на восток. То есть вид из окна вообще кардинально отличается. Да, здорово, что у вас тут именно два окна и конвектора в полу. А у вас от застройщика не было радиаторов? Потому что очень часто, когда ставят радиаторы, перекрывают окна и приходится их потом срезать. У нас наоборот, как раз от застройщика были конвектора, но они были огромной формы, они были вынесены за проемы окон, они были очень широкие, очень большие. И нам пришлось на заводе заказывать под цвет этого замечательного пола коричневого цвета решетки и меньшего размера конвектора, чтобы они влезли именно в проем окон. Это получилось красиво, сэкономило место самого напольного покрытия. И плюс добавило эстетики из-за цвета, потому что серебристый, здесь цвет бы никак не подошел. Плюс у нас все полы подогреваемые. И эти SPC-панели, кстати, имеют такое качество, потому что ламинат, который именно из дерева, он тепло не так проводит, как вот эти панели, потому что там имеется каменное основание, и из-за этого подогрев пола усиливается, можно так сказать. У вас очень тепло в квартире. Да, да, да. А конвектора, они сколько, получается, в ширину? Потому что такой нестандартный. Окна, вот эти окна у нас по метру, соответственно, эти конвектора, маленькие окна где-то 80-90, да. Окна побольше, соответственно, и конвектора там по метру. В каждом проеме у нас имеется с торцов в откосах розетки для того, чтобы подключать сюда либо новогодние какие-то украшения у нас здесь стоят, либо, ну, то есть это очень удобно. В данном случае у нас стоит освежитель-уложнитель воздуха, который тоже подключен к торцевой розетке. А расскажите, а почему вы один откос оформили в темный МДФ, а вот другие остальные в светлые? Откосы в разные цвета, потому что мы таким образом разделили зоны. Здесь у нас зона кухни, здесь вы видите черные элементы, черный стол. Даже на этом стуле мы покрасили ножки в черный, это уже самостоятельно докрасили. И, соответственно, и здесь черные жалюзи и черные откосы. То есть это у нас получилась зона кухни. Зона большой комнаты у нас уже выделяется светлыми тонами. И стулом даже. И даже стулом, да, обратите внимание. Он уже стоит в другой зоне. Да, он уже стоит в другой зоне, поэтому... Так что я всегда кушаю в другой зоне. Вы уже в гостиной. Технологичность наша добавляется нашими... Всегда мечтали, посмотрели много In My Room, смотрели, как люди делают. И всегда мечтали вот это движение совершать, сидя либо на диване, либо за столом. Ну и мы плавно перенесли из зоны гостиной, да, и, как я понимаю, это вот все одна конструкция мебельная, да, про которую вы как раз и говорили. Да, да, так плавнее не придумаешь перемещение в гостиную, потому что мы только завернули за угол, и мы уже видим основную часть нашей, так сказать, стенки в зале. У вас там какая-то коллекция? Да, так как мы путешественники очень большие. Все эти сувениры, они привезены из разных городов, из разных стран, то есть практически со всего мира. Несмотря на всю ситуацию, мы продолжаем ездить, путешествовать. Даже некоторые удивляются, что съездить, например, в Переславу из Олески или в Дмитров, мы можем съездить только чисто попить кофе или на завтрак. То есть для нас это даже не путешествие, а просто такая полезная. Вы такие активные. Также это было спланировано мной, это музейная выставка, то есть мы даже здесь берем любой предмет, и здесь уже написано, что ага, это у нас из Омска, и прямо вспоминаешь тепло этого места, энергетику. Вы каждую сам подписываете в фигурку. Да, 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 Чечня, Италия, Испания, Мадейра, Канарские острова, восточные страны, то есть каждая фигурка несет свою энергетику, и поэтому это для нас очень важно, и это у нас является, можно сказать, сердцем нашего дома. То есть этот шкаф именно планировали под эту коллекцию? Да, 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 специально спланировали. Также, обращая ваше внимание на подсветку, которая тоже идет снизу, она в ночное время, в темное время суток подсвечивает эти предметы и делает их максимально загадочными и красивыми. И, соответственно, для телевизора вы еще сделали пространство, вы тоже знали заранее, какое вы закажете, все продумали. Совершенно верно. Телевизор – это единственная, наверное, деталь, которая переехала с нами вместе из другой квартиры, и поэтому под телевизор уже мы знали размеры, и это углубление спланировали именно под телевизором. И все провода, соответственно, у вас тоже проходят в стенке этого шкафа. Да, да, это большой плюс этой конструкции, потому что здесь очень много техники, посудомойки, телевизоры, роутеры, счетчик спрятан, и здесь снаружи мы абсолютно ничего не видим, ни одного провода. Диван у вас такой уютный, такого цвета тоже, оливкового, он раскладывается? Диван… Нет, он не раскладывается, он убирается вот эти и становится полноценным, в принципе, такой, ну, вдвоем такие стройные люди могут сюда жить. Да, да, да. Они к нутрициологу не стройные не приходят. Диван тоже, мы очень любим российское производство, к нему был приобретен пуфик, на котором можно класть ноги, но путем такого несложного приспособления из него получается столик, то есть можно поставить чашку кофе, здесь даже если пройдется… Компьютер может поставить. Да, то есть это используется как столик, плюс различные комбинации для каких-то небольших посиделок. Вижу, у вас нет никакого верхнего освещения, да, получается здесь свет только тот, который с кухни, старшер и все. Совершенно верно, по поводу освещения, это моя такая болезнь в хорошем смысле слова, очень люблю освещение, причем теплый желтый свет и нижний свет, верхнего света действительно у нас нет и при входе первый выключатель, первая клавиша включает свет нижний, причем сразу по всему пространству. Это верхняя полка, музейная зона и вот этот торшер, то есть вы, наверное, во многих фильмах видели, где люди заходят, включаются только торшеры и такое нижнее, так называемое освещение. Это максимально уютно, тепло. Вам хватает? Да, нам да. Ну, когда к нам приходят родственники старшего возраста, наши родители, для них, конечно, это уже темно, они хотят ярко-ярко, там есть друзья, которые любят только белый свет, но у нас эта позиция такая… Ну, квартиру выдела для себя. Да, да, совершенно верно. Кстати, с предыдущей квартиры с нами переехал наш друг, который растет вот с такого возраста, можно сказать, уже ему более 12 лет, и он тоже получил в честь нового интерьера себе новый горшок. Горшок у нас новый, под цвет, тоже такое матовое покрытие с автополивом, и он сейчас себя чувствует довольно-таки комфортно, растет, и это единственное растение в нашем доме и стоит тоже на центральной такой части. И зовут его дружок. Ну, вот мы и добрались до санузла. Скажите, сколько он у вас примерно квадратных метров занял? Примерно занимает санузел 5 квадратных метров. Супер неправильная форма, здесь форма треугольника, и расположить рационально весь функционал был максимально сложный, и приходилось продумывать каждый уголок, чтобы максимально он остался большим, и вместилось здесь все. И настолько мы справились с этой задачей, что действительно этим помещением хочется поделиться с вами, похвастаться, можно даже так сказать. Ну, сначала я начну, наверное, опять с каверзного вопроса. У вас здесь тоже перегородка стеклянная. Скажите, во-первых, есть ли у нее шумоизоляция? Потому что все-таки это санузел, и все звуки могут быть слышны. Конечно, да. Это вообще вот этот весь сценарий расширения пространства в квартире. То есть везде перегородки, везде стекло, и везде получается попадание света. И стекло, открою секрет, шумоизоляция даже больше, чем у некоторых дверей, потому что оно сдерживает действительно шум. И, естественно, мы не застраховываем от шума, который проходит в щели под дверью, но там у нас наклеена ворс, который сдерживает и этот звук. То есть это, как минимум, не хуже, чем у обычной двери шумоизоляции. И стекло, повторюсь еще раз, сдерживает звук, и не хуже, чем стена. А тени все равно не видно, что происходит за стеклом? Естественно, если мы подойдем вплотную к стеклу, если мы подойдем, то действительно будет видно руку и все такое. Но чуть-чуть дальше, и все, уже ничего не видно. То есть какие-то тени, да, они будут видны, но чем дальше вглубь, тем меньше будет видимость. Ну и давайте по отделочным материалам пройдемся. Что на полу, что на стенах. На полу мы продолжили тему основного помещения. Здесь у нас лежит плитка под дерево. Это плитка, подогреваемые полы, теплолюкс, все то же самое. И на стенах у нас без всяких узоров, без всяких украшений, большие плиты керамогранита индийского, которые у нас в наличии, везде можно купить. И слава богу, мы его докупали, когда у нас в процессе не хватало его. И многое, что еще шокирует людей почему-то, опять же, наш черный потолок. Все черный потолок, как-то так, он давит-давит. Но обратите внимание, он наоборот глянцевый, он как бы зеркалит, он еще больше расширяет пространство над нами. И более того, мы пошли дальше, мы сделали шкаф, опять же, из этих же перегородок металлических, и поставили черное глянцевое стекло в этом шкафу, который также расширяет пространство. То есть у нас в нашей ванной комнате получилось 10 углов. И посмотрите, какое переломанное пространство, и он кажется бесконечным. Что туда, что сюда, зеркала, все отражается во все стороны, и он кажется бесконечным. Плюс это окно, и то есть это помещение получилось уникальным, и, наверное, самым интересным, может быть даже в нашей квартире. А скажите, а на потолке это панели какие-то стеклянные или что? Нет, это натяжной потолок, черный, глянцевый, обычный натяжной потолок. Это тоже делали те же ребята, что делали и во всей квартире. Натяжной потолок также и здесь. Здесь также мы добавили 4 сценария освещения. И также тоже зеркало сделано на заказ, тоже несколько сценариев. Просто мы балдеем от света и всячески его подсвечивает в разных сценариях. Плюс у нас есть ночник, который работает только ночью и оставляет вот такой вот круг света в ночи. Он горит постоянно практически. Свет, а вы как раз стоите в зоне душевой, и когда зашла в первый раз в ваш санузел, я сначала не поняла, где душ. А потом я поняла, что нету никакой перегородки между этой зоной и основной. Насколько это удобно и функционально? Не сливается ли вода в общую зону? Удобно ли это? Это очень удобно. Здесь строители продумали чуть-чуть уклон, который не видно визуально, но он есть. И, собственно говоря, вообще ничего сюда, вот за эту зону, не выходит. Почему так решили сделать? Это вообще моя мечта. Да, я хотела, чтобы не было никаких поддонов, ничего такого. Я давно об этом мечтала. Раньше это было возможно вроде бы только в своих домах, а не в квартирах. А теперь это можно реализовать и в квартире, учитывая новые технологии. Нет, более того, даже если вода попадет сюда, тут можно залить, можно все. Даже если она будет везде вода, здесь хорошая гидроизоляция, и соседи пусть вниз будут спокойны, ни одна капля к ним не попадет. И ниши у вас такие красивые, выделенные тоже подсветкой и другим отделочным материалом. Это маленькая плитка такая, да, как мозаика? Да. Мозаика янтарная, она под цветом. Мы ее когда-то увидели, это первый материал, который мы только увидели в магазине, его купили. Еще не было концепции кухни, но мы уже знали, что именно эта плитка, что она будет стоять в полках, и эта полка будет светиться как янтарь, как солнышко, как, опять же, увеличение пространства. То есть, как будто туда вдаль уходит, как будто бесконечность такая. Хотя у нас, и обратите внимание, что у нас черная, да, все черная, все в шоке, но она кажется бесконечным и большим, то есть, нигде не давит. Да, действительно, кажется, что больше, чем 5 квадратных метров. Да, да, совершенно верно. Это и благодаря там изломам и сломам. И хочется показать, где же все спрятано, где все коммуникации и все. Вот в этом треугольнике мы построили вот эту техническую нишу, в которой буквы Г треугольником. Полотенцесушитель электрический, по мне, так это еще даже удобнее, когда, если вдруг выключат отопление центральное, то здесь всегда будет в любом случае тепло. Но у нас всегда полы есть. Да. Расскажите немножко про шкаф, про ваш. Вы уже несколько раз про него говорили. Это вообще мечта, мне кажется, каждой женщины. Такой шкаф – это как ход в нармию. Давайте посмотрим, что внутри. Где нам есть все в таком маленьком пространстве. Здесь настоящая постирочная. Здесь есть все. Здесь у меня хранится и постельное белье, полотенце. Здесь, значит, утюг с паронагревателем. И самое главное, что здесь и гладильная установка. То есть, очень удобно располагается. Можно сразу все погладить. И тем более, у нас стиральная машинка с сушкой. Поэтому сушить белье отдельно не надо. Расскажите немножко про стиральную машину. Стиральная машина нашего русского производителя. Называется «Бирюса». Мы потрясены были качеством и вообще возможностей этой машины. Здесь появились новые для меня, вообще неизведанные функции, как освежение. Это когда со спортзала пришел, он не хочет стирать и бросил туда. Также есть стерилизация. Что мне понравилось? Стирка и сушка за один час. То есть, это все вместе. Самое главное достоинство этой машины – это цена. И мы очень рады, что русские производители делают такие вещи. За обнименяемые деньги, шикарное качество. Очень рекомендуем. Прямо в душе хорошая техника. Шкаф мы тоже делали наполнение на заказ. Сначала мы его наполнили, а потом пришел мастер. И эти полочки сделал уже под наши размеры. То есть, поставили стиральную машинку. Купили даже стриганку, которой мы пользуемся, чтобы залезть на верхние полки. И под нее здесь у нас специальное отделение. Там стоит у нас электрошвабра. И специальное ведро маленькое. То есть, все настолько здесь продумано, что идеально. И теперь, это знаете, как в старой истории. Сначала в парке натоптали тропинки, а потом сделали дорожки. У нас то же самое. Сначала купили вещи, а потом вокруг них сделали полки. Тебе у нас все идеально. На самом верху у нас бойлер, которым пока еще ни разу не пользуемся. А на сколько он литров? Он такой маленький? Он маленький, да. На 30? Или на 30? Да, он на 30 литров. Это воду, когда оттучат воду, это чисто, наверное, просто... В душу примерно. На двоих, наверное, на двоих, если это очень экономно. Для тех, кто пропустил, у нас уже выходит второй сезон нашего подкаста In My Room, где мы разговариваем абсолютно на разные темы, очень полезные в быту и не только. Поэтому ищите ссылку в описании к этому ролику и не пропускайте новые выпуски. Ну и так же плавно, как из кухни в гостиную, мы из гостиной перемещаемся в прихожую. Это все одно пространство, такое сломанное немного. Несмотря на свою лаконичность и вроде бы минималистическое пространство, здесь должно быть максимум функционала. Именно поэтому мы имеем такое огромное зеркало на заказ, чтобы максимально увеличить этот проем. Зеркало у нас тоже так же выключается, всячески подсвечивается, создает максимально уюта и такого тепла. Здесь специально мы приобрели в In My Room такую консоль, которая и одновременно и легкая, и прозрачная, но несет максимум функционала для хранения ключей, различных документов и все. Очень классная, она очень легкая. И даже здесь при желании можно и обувь поставить, и можно поставить даже кошачий лоток. Наш шкаф с виду максимально простая конструкция, но несет себе опять же ряд таких тонкостей для маленького пространства. Обратите внимание на наши петли, которые открываются у нас на 100 градусов, чтобы здесь сэкономить место и чтобы можно было спокойно передвигаться. Если бы дверь у нас была в таком состоянии, соответственно, мы бы мешались бы. И также, чтобы видно было, даже не нагибаться так, мы максимально удобно все здесь видим. Также здесь разместился у нас и роутер, и вещи длительного хранения, как то новогодние игрушки, чемодан для путешествий. И щиток. И щиток, да. Обратите внимание, пожалуйста, на штангу. То есть тоже вроде такая деталь, но мы эту штангу ждали дополнительный месяц, потому что штанга не смогла смонтироваться в стену, она монтировалась вверх. Из-за щитка. Из-за этого пришлось ее перезаказывать и ждать поставки. Но для этого шкафа вы все равно делали какую-то конструкцию, да, она из гипсокартона, наверное, куда вы его вмонтировали, нет? Нет, эта конструкция держит как бы сама себя. То есть эта конструкция деревянная, из щитов, и с той стороны у нас уже холодильник. Слева, получается, у вас все равно какая-то часть, или это часть конструктива квартиры непосредственно? Это конструктива квартиры. Да, это несущая? Это несущая, но она нарощенная, потому что здесь идут провода, и здесь много, здесь большой пучок идет, как раз входит сюда. И также от кондиционера тоже тут нарощенные. То есть все коммуникации мы спрятали в стену и сделали их заподлицо с мебели. Кондиционер покрасили в эту же краску? Наши строители покрасили в ту же самую краску и покрасили также дверь от застройщика. Здесь был металл, очень мы любим, когда металлическая рука торчит от дверей. Не меняли дверь от застройщика? Нет, нет, да. Даже панель удачно совпала с нашими откосами на окнах и по цвету со стенами. Даже черные накладки тоже от застройщика, то есть у нас довольно-таки стильный застройщик, стильные дизайнеры, которые сделали нашу квартиру, и мы продолжили это внутри своей квартиры. И про потолок еще вас не спросил, он у вас здесь натяжной? Да, потолок натяжной. Сейчас модная фишка – это теневой профиль. Мы его сделали, как видите, без подсветки, тоже туда вставили черный именно профиль, и поэтому он такой у нас слегка парящий. Черный, здесь пришлось все-таки сделать верхнее освещение, потому что все-таки это коридор, и яркий свет бывает здесь необходим. Но мы им пользуемся крайне редко, только когда что-то там мелкое найти или еще что-то. Обычно мы заходим и включаем первым выключателем нижнюю подсветку. А я смотрю, у вас еще от шкафа такой отступ есть от пола. От соколя, высокий достаточно, как на кухне. Это вот тоже, чтобы всю конструкцию, концепцию с кухней поддержать. Да, это, видимо, здесь мы, кстати, на это даже не обращали внимания. Это, видимо, когда это уже делали на фабрике, это кухонная фабрика была, которая это делала. И для холодильника, там же необходимая вот этот бутербург, и вот они его продолжили, чтобы одинаково... Мы, кстати, даже не обращали, вот вы сейчас сказали, подумали, что он действительно не в пол, а он имеет кухонное наследство, можно сказать, поэтому так получилось. Ну, а комната, спальня? Да, мы плавно переходим в спальню. Как мы говорили уже, у нас нет стен капитальных, вместо стен мы использовали перегородки. Очень хочется дать совет нашим зрителям, как выбирать перегородки. Во всех торговых центрах у нас представлены, обратите внимание, пожалуйста, в основном алюминиевые перегородки крупных производителей. Они стоят очень дорого, неоправданно дорого. А сколько вам обошлась эта перегородка? Смотрите, вот эта раздвижная перегородка и плюс вот эта перегородка угловая с откидной дверью... Вход в санузел. Да, вход в санузел. Нам обошлись в 280 тысяч. Мы долго искали, действительно, где-то месяца два ушло, но, слава богу, успешки не было. Я нашел две фирмы, которые только делают именно такие металлические классные перегородки. Тяжелые? Тяжелые, надежные, звукоизоляционные, то есть это полноценная перегородка. А скажите, под них, если они тяжелые, нужны же закладные? То есть вы выстраивали все-таки вот эту стену? Нет, нет, эта стена, это монолит. А наверху закладная, действительно, спрятанная. Она заделана гипсокартоном, и там рельсы, по которой ездит перегородка. Здесь тоже самое, тоже она настроена и задекорирована. Ну, давайте пройдем в спальню. Да. Спальня у нас, как мы уже вам говорили, помещения все в разных стилях. Спальня – это восток. Что такое восток? Восток – это ткань, это уют, это комфорт. Мы стремились сделать шкатулку, в которой можно выспаться, можно отдохнуть. У вас действительно бросается в глаза, и шкаф очень яркий получился. И потолок, потолок такими кессонами. Совершенно верно. Мы хотели сделать… Из чего он? Это натуральный деревянный потолок. Причем он сделан из очень дешевого материала. Это обычный брус, шлифованный. Это сошна? Да, да. И сверху фанера. Единственное, что мы боялись, чтобы не получилось как бы на даче, как в загородном доме. И поэтому мы очень думали, какую краску подобрать. И в результате мы нашли краску для саун. Она с какими-то вкраплениями специально для сауна. И она дает вот такие вот блики. И поэтому потолок смотрится дороже, чем он стоит. А сколько он стоил? Ну, тысяч сорок. Вот это материалы вместе с краской. Причем самая дорогая, наверное, краска была. Вместе с работой. А обои у вас из ткани или это просто такой вид? Это, наверное, единственный импортный материал. Это итальянские обои, остались которые в России. Чуть ли не последние рулоны мы купили. И они такие, да, на основе ткани. То есть мы стремились к восточному стилю с таким вот иранским восточным рисунком. И они как нельзя лучше подошли. Вот этот красный цвет, он часто используется на Востоке. И мне кажется, что вот эти обои прям идеально вписались в общую концепцию. И в концепцию вписался и ваш шкаф яркий. Было на самом деле тревожно, да, когда мы подбирали колор. Мы смотрели разные оттенки, но все-таки сошлись на том, чтобы взять его ярким. Даже строители нас не поняли, потому что они понимали, что и стены такие, и это очень ярко. И как это в этом спать? Но на самом деле получилось все вместе просто... Очень уютно. Да, уютно. Это не раздражает, это не надоедает. За 4 месяца нам не надоело эта цветовая гамма. Совершенно случайно нашли самостоятельно. Отдельно их покупали уже, дали в производство. Во время путешествия на заправке. Посмотрели в интернете и купили. И они подошли, по-моему, близко к идеальному. Легкость гармонирует с черными нашими перегородками металлическими, черные металлические ручки. И как бы сошлись в единое какое-то целое. Их не хотелось вставить сюда шкаф-купе, как чаще всего бывает. Потому что это все-таки восточная такая спальня, а там предполагается много таких вот небольших ящичков. Значит, первый шкаф, он для верхней одежды. Можно просто даже открыть и показать меньше слов, больше дела. Это вот такая женская половина. А, и задняя стенка у вас тоже в цвет фасада. Это просто стена. Это стена, как раз мы ее даже не делали. Она есть. Это и есть, и это наша стена, покрашенная. А, это под покраску. Это просто стена. В шкафу у нас имеются личные такие комодики, где лежат там украшения, часы. А это тоже МДФ? Да. Скорее всего, да. Или ДСП даже. Здесь наши атрибуты восточной жизни. То есть здесь благовония привезенные из разных стран. Мы их действительно здесь зажигаем. Это создает такую атмосферу непередаваемую. Свечи. Функциональная зона. Здесь розетки. Можно зарядить телефоны. Тоже предусмотрено. И сувениры, естественно, из разных стран и путешествий. Фарик, ты как этот. Специально, да? Внимания тебе нет, и ты решил... Хочет в кадр. Очень вместительная ниша эта, которая глубокая достаточно, как и сам шкаф. Поэтому... А сколько, кстати, в глубину? 60. 60. И можно хранить такие вот отдельные коробки, да, в которых могут быть разные мелочи. Что, собственно говоря, в таком маленьком пространстве очень важно. А сколько в ширину у вас кровать получается? Есть ли подъемный механизм в ней? Да. Кровать тоже подмосковного производства, наша российская, очень качественная, мы очень довольны. Она как бы продавалась изначально, заявлялась совсем не восточной, но, мне кажется, вот эти изголовья тканевые, они как нельзя лучше подошли и к нашим узорам, и к восточной теме, и мягкие, и все. Из-за небольшого размера комнаты кровать у нас метр шестьдесят шириной и длиной два метра. Она, да, действительно открывается, причем с шикарным подъемным механизмом она обладает. Сейчас в катах спасайте. И очень функциональная зона хранения. То есть здесь достаточно, диван у нас очень, матрас очень толстый, но все равно это поднимается. Кровать с подсветкой, обратите внимание, как будто она как парит. Парящий эффект, да. И самое классное, что здесь никогда не проломится нижняя часть, как часто бывает здесь, потому что это все лежит сразу на полу. То есть производитель это учел, и никогда здесь ничего не проваливается. Но из-за того, что она как парящая, не видно этого места хранения снаружи, и она не кажется громоздкой. Плюс у нас, сами видите, розетки-выключатели тоже в черном цвете представлены. Кстати, там у нас такая концентрация розеток, потому что это рабочее место. Консоль представлена у нас, она тоже как восточный стиль, хотя это больше классический стиль, но все равно, когда... Ну, сюда вписалось. Вписалось, да. Стул у нас из Индии, настоящая индийская ручная работа. Торшеры, да, это наша гордость. Это вот как раз эти торшеры, проехали с нами все четыре наших квартиры. Это московская фабрика, как ни странно. Камень Onyx сделана на московской фабрике. Они подходили как в классический интерьер, так же и в восточном. Они как нельзя лучше и создают максимальный уют. То есть эта спальня в ночное, в темное время просто волшебна. И вот такие вот восточные мелочи, да, они тоже создают уют. Туда вставляются свечи, зажигаются, и это все очень красиво так померцает. И вот можно сказать, что это такая комната, как из сказки Шахризада, да, там вот что-то оттуда. Вот и у меня вот такое в голове всегда, когда я сюда захожу, ассоциация такая. Ну, коли мы проговорили про шкатулку и про восточную ткань, то вот хочется продемонстрировать, как это выглядит в закрытом виде. То есть все у нас... То есть можно уединиться. Да, да, да. По одиночке. Тоже интересный объект, который символизирует наш союз и любовь к путешествиям в то же время. Значит, здесь наши глаза рисовал художник, вписал в этот пейзаж наши глаза, наши взгляды, вот. И даже наш кот, сфинкс, он здесь в виде сфинкса, который оберегает и является тоже нашим членом семьи уже много лет. Вот. Вот и написано здесь по-арабски, несмотря на то, что мы православны, но по-арабски здесь написано «Господь благословляет вас». Вот. И это, конечно, подчеркивает, собирает все, вот это, все, что мы задумали. Весь интерьер восточный, вот, мне кажется, объединяется в этой картине. А тумбочки у вас в таком тоже необычном виде. Если честно, у меня ассоциация с машинкой «Зингер» есть. Но это под заказ у вас тумбы, правильно? Нет, не под заказ. Мы нашли их на сайте малазийской мебели, и они специально сделаны без наполнения, чтобы пространство маленькое, чтобы максимально облегчить это пространство. То есть мы оставляем рабочую деревянную такую поверхность из настоящего дерева, металл, который у нас имеется во всем интерьере, и плюс открытое пространство, чтобы не загромождать тяжестью мебели пространства. Поэтому у нас там остается воздух, лежат восточные атрибуты. Книга Марха Яма, нож из Узбекистана, кинжал настоящий, которому уже почти 40 лет. В спальне это необходимо. Да, да, да. У каждого мужчины должен лежать под подушкой нож. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom, потому что действительно там вы найдете очень много классных советов и интересных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего рум-тура, то вот на эту вот почту присылайте фотографии своих готовых интерьеров, и, может быть, в следующем выпуске будете именно вы. Мы подошли в спальню особенно тщательно к вопросу звукоизоляции. У нас как на потолке звукоизоляция, на стене с соседями, и даже вот этот монолитный пилон, который из бетона, мы его обложили звукоизоляцией со всех сторон, так как по бетону звук распространяется на несколько этажей. То есть на передаже выше могут сверлить, долбить, и по бетону вниз по стойку поле звук. И тоже поэтому мы его обложили звукоизоляцией, и теперь у нас звук такой здесь глухой, и шумоизоляция отличная. Спасибо, что пригласили к себе в гости, все было очень интересно. Спасибо, что вы пришли к нам в гости, спасибо, что показали всю нашу квартиру. А если остались у зрителей какие-то вопросы, или будут прекрасные комментарии, мы будем читать и будем отвечать с удовольствием. Пишите. Да, обязательно ответим. И все там. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.